Здравствуйте, уважаемые! Всем здоровиться! Когда-то давно родинки и родимые пятна были неотъемлемой частью суеверии и мифологии. Во время охоты на салемских ведьм неву считался признаком виноватости. Только представьте, что было бы с людьми, если бы это продолжалось. Итак, откуда берутся родимые пятна? В общем, некоторые исследования посвятили этому вопросу кучу времени, именно теме родимых пятен и тому, насколько они могут быть связаны с реинкарнацией. Некоторые считают, что родимые пятна напрямую связаны с тем, как вела себя мать во время бременности. Предположим, она сильно испугалась чего-то и схватилась за бедро. В следствии этого у ребенка появилось родимое пятно именно на этом месте. Если же она игнорировала свои предпочтения в еде, а потом у дитя появилось родимое пятно, напоминающее какой-то конкретный продукт. Еще один миф говорит о том, что родимые пятна появляются на тех местах, в которых вы были смертельно ранены в прошлой жизни. Если ваше родимое пятно напоминает пламя, то вы были ранены огнем. Еще одна версия гласит о том, что ваша мать слишком часто смотрела на огонь, поэтому у вас появился такой ожог. Недавно было доказано, что круглые родимые пятна являются свидетельством того, что в прошлой жизни вы погибли от пулевого ранения. То же самое родимое пятно, которое кто-то интерпретирует как признак смерти в прошлом, также может быть истолковано как ваше занятие в прошлой жизни. Например, форма меча или кинжала также может быть идентифицирована как знак воина или солдата в прошлой жизни. Если в родимом пятне четко видно форму какого-то предмета, например, пишущей машинки или прожектора, то это может быть намеком на вашу прошлую профессию. Вот какие они многословные родимые пятна. На этом у меня все. Более детальной информации о нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. Счастливо! Подписывайтесь, ставьте лайки.